Какой-то знатной семье, сейчас фамилии я уже не вспомню, к сожалению, потому что мне просто сама история запомнилась. И когда он потянулся за вином и случайно опрокинул бокал, это была белоснежная совершенно скатерть и красное домашнее вино. Хозяйка даже глазом не повела, то есть вообще она ничего не сделала, то есть она сделала вид, что она совершенно ничего не заметила, чтобы он себя не чувствовал неловко. Скорее всего хозяйке повезло, у нее была неплохая стиральная машина. Ничего не могу сказать за Индию и за все остальные страны мира, но знаю точно, что в России есть как минимум 4 человека, которые очень любят смотреть гороскоп. Это мои родственники, привет вам. Порт Амур. Дальневосточное информационное агентство. Самые интересные новости Амурской области и всего Дальнего Востока. Первое амурское интернет-телевидение, эксклюзивное видео и возможность на этом заработать. Блоги известных в области людей, афиши развлечений и специальные предложения. Работа, авто, недвижимость, путешествия. Для того, чтобы быть в курсе. Порт Амур.ру Амурская правда. Свежие новости. Ваш дом. Подписка продолжается. Спонсор показа Билайн. Здравствуйте еще раз. Вы смотрите Апельсиновое утро. Мы все временем общаемся с преподавателем по этикету Еленой Сокмаркиной. Лена, Влад, у вас есть интересный вопрос от наших форумчан. У меня отличный вопрос от наших форумчан. Спрашивают, а как себя вести, если ты подарил девушке не 27, а 28 роз? Как выйти из этой сложной ситуации? Ну, ситуация, конечно, сложная, да, потому что все знают, что дарить четное количество не принято. Но это только у нас в стране, не везде так. Не везде, да. В каждой стране вообще свои правила, там какие-то тонкости и нюансы. Ну, я думаю, что здесь нужно либо слезно молить прощение, либо нужно сделать акцент… Докупить еще 40. Нужно сделать акцент на том, что их не четное количество, а их море, и все для тебя любимые. А, вот так это. Вот еще тогда вопрос сразу же. Что делать, если, поздравляя знакомую, ты сказал ей, дорогая, с 35-летием тебя, а ей 25, на самом деле. Ну, что ты так классно? Ну, даже если 35, сравнительно, не принято говорить женщиной о возрасте. Вот как выйти из этой щекотливой ситуации? Ну, если у вас хватило ума, конечно, такое сказать. Женщине, зная, что она обидится на вас, тут, конечно, я не знаю, как вам. Вообще надо пересмотреть всю свою жизненную позицию. Собирайтесь и уходите домой сразу же. Вот, а с другой стороны, женщине, если ей 25, а ее поздравляли с 35-летием, ей просто надо деликатно намекнуть, что вы мне десяток лет прибавили. Неужели я выгляжу такой опытной? Здесь еще один очень интересный вопрос. Что делать, если ты хотел уступить место бабушке в автобусе, а оказалось, что это просто здоровенный мужик в платке? Как выйти из жизненных ситуаций, когда этикет становится вашим врагом? Ну, вы намекаете на то, что он может наброситься. Да, это то есть, присаживайтесь, бабушка. Ой, мужчина, простите, а русскоматок. Как-то вот так вот, да? Ну, например, да, либо сказать, что-то у меня со зрением сегодня, извините. Еще. Мужчина, садитесь, где-нибудь здесь. Где-нибудь, да. Какой столик свободен просто, хотя ты в автобусе. Да, это классно. Лена, спасибо огромное, что пришла к нам, что нашла время. Я думаю, что интересная получилась беседа и очень важная. И самое главное, люди-то узнали ответ на все свои вопросы. Мы-то узнали тоже. Абсолютно верно. Вот, кстати, глядя на Елену, я понимаю, что в скором будущем работа сайта георитм.ру в таком направлении, в котором они сейчас работают, прекратится. Потому что вы прекрасны во всем своем, собственно, образе. Ну, Боже, спасибо. Давайте посмотрим, что делают с женщинами и со всеми остальными человеческими существами на нашей планете. Сайт георитм.ру Ритм – это движение. Движение – это жизнь. В каком ритме живет Благовещенск? Сейчас расскажем и даже покажем. С вами я, гид по современному ритму города Анастасия Афанасьева. И я нахожусь в уютненьком местечке торгово-развлекательного центра Баку. И мы начинаем. Хочется изменить свою жизнь к лучшему? Стоит начать с внешнего вида. Да, для женщины шоппинг и посещение салонов красоты – лучшее лекарство от всех проблем. И интернет-журнал георитм.ру дарит прекрасным дамам эти пилюли. Георитм.ру уже второй раз превращает обычных женщин в роскошных дам. В местном проекте «Модный приговор». Вот они, две смелые участницы, готовые изменить себя до неузнаваемости. Я год назад развилась с мужем, как-то перестала обращать на себя внимание. Сейчас мне хочется измениться, чтобы дальнейшая жизнь у меня была прекрасная, чтобы все сложилось, чтобы я могла воспитывать внучку. Может быть, нашла еще себе пару, и все было бы у меня хорошо. Участницы уже начали работать над собой в лучшем фитнес-клубе под наблюдением опытного инструктора. Впереди их ожидает работа с парикмахерами и стилистами. Итоги волшебного превращения вы сможете увидеть в местном проекте «Модный приговор» уже 25 мая. Подробно о проекте ты можешь узнать на сайте георитм.ру. Кроме превращений, гостей ожидает показ новых коллекций одежды, конкурсы, призы и подарки от салонов красоты и магазинов модной одежды. В общем, все то, что заставляет мужчин восхищаться женщинами, а женщин просто быть счастливыми. На какие безумные подвиги готовы пойти молодожены ради шикарной свадьбы? Можно ограбить банк, а можно стать участниками суперромантического шоу «Геосвадьба». Весна – самое время любви и признания. 17 мая в 23.00 трем влюбленным парам придется помаяться, ведь они участники самой необычной свадьбы. В проекте «Геосвадьба» влюбленные должны громко заявить о своих чувствах. И все это ради свадьбы своей мечты. Гостей торжества ожидает не только трогательное шоу, но и розыклишь призов, хорошая музыка, море цветов и подарков. Кстати, ты уже можешь проголосовать за лучшую пару на сайте георитм.ру в разделе «Голосование». В 90-х были самые крутые дискачи. И следующий сюжет посвящен всем тем, кто соскучился по ништяковой эпохе. Ты помнишь? Теперь известные хиты 90-х крутят на вечеринке от интернет-журнала георитм.ру – кассеты 90-х. Каждый четверг можно окунуться в атмосферу лихих времен вместе с зажигательным ведущим Максом Радманом. Приходите на вечеринке «Кассеты 90-х» со мной, с Максом Радманом. Ждем «Будет весело», море призов от наших партнеров, море музыки из 90-х. В общем, приходите. 90-е навсегда останутся ништяковым временем. Через 30 лет мы тоже будем ностальгировать по лихой эпохе. Хотя зачем ностальгировать, если можно включать машину времени каждый четверг и зажигать на кассетах 90-х. Рубрика «В ритме города» подошла к концу, но интернет-журнал «Георитм.ру» продолжает радовать своих пользователей интересными фотоотчетами, конкурсами, призами и супервечеринками. С вами была Анастасия Афанасьева. Я находилась в роскошных интерьерах торгово-развлекательного центра «Баку». Встретимся на следующей неделе. Будьте в ритме, ведь ритм – это жизнь. Добро пожаловать в развлекательный центр «Баку». Ресторан, бильярдный клуб и детский развлекательный центр – все это для вашего комфортного отдыха. Торгово-развлекательный центр «Баку». Кантемирово 23, дробь 4. Ладос, вот сейчас мы с тобой так долго общались с замечательной девушкой Леной Сакмаркиной, которая нам разбирала много всяких интересных ситуаций, которые писали на форуме, описывали. Я предлагаю найти выход еще из одной сложной ситуации. Она, кстати, часто случается, не знаю, как с кем, но вот со мной бывает иногда, когда ты набираешь полную тележку в супермаркете, подходишь к кассе, выкладываешь это все, и тут выясняется, что тебе не хватает денег. Вот что в этом случае делать? Логично, логично, во всяком случае, будет отодвинуть половину товара, допустим, которого тебе не нужно, и с остальным все уже улыбаться. Нет, ты представляешь, обычно бывает следующим образом все это происходит. Кассир смотрит на тебя таким взглядом, и громко на весь зал кричит «Мерчандайзера!» То есть, ты понимаешь, все, вот оно началось. Вот здесь, друзья мои, можно, знаете, как сделать, так сказать, «Господи, действительно, у вас такой прекрасный мерчандайзер!» Я даже разгулялся, у тебя же денег не хватило. И похвалить, у вас такой прекрасный магазин, или вы так замечательно выглядите сегодня. А вот еще есть один такой оригинальный совет, для девушек, по крайней мере, он подходит, не знаю, как для мужчин. Пожаловаться на скупого мужа. Говорят, срабатывает. Либо, чтобы сгладить ситуацию с продавщицей, сделать вот такую тысячную купюру, розочку со мной, собственными руками, и подарить. Ей будет приятно. Ну, а если у вас под руками есть что-то еще, что вы можете смять, и из чего сделать прекрасный подарок, сделайте это, друзья мои. Ну, а вот легкие советы для тех, кто еще пока не умеет обладать, собственно, своими руками в этом плане. Смотрим. Здравствуйте! В эфире рубрика «Ручная работа». На улице весна, цветут сады, впереди нас ждут работы на огороде, субботники, а также уборка дома. И я у себя обнаружила небольшие запасы, дискет, и решила, почему бы из них не сделать коробочку для мелочей. Для начала попробуем сделать простую конструкцию, то есть донышко, состоящее из двух дискет. Для этого я беру те самые дискеты, укладываю их сначала между собой, а потом проводим также клеем сверху, для того, чтобы получше закрепить конструкцию. Сейчас она подсохнет, а пока подсыхает, приступаем к следующей. Вот у меня четыре части. Четыре таких модуля у меня готово. Для начала я поставлю то, что у нас получилось, и склею внутри. Шов получается гладкий, аккуратный. Ставим боковину. Делаем вторую сторону. Теперь же стараемся прикрепить заднюю стенку коробочки. Ну вот, промазали хорошенечко клеем. Вот сейчас наша задача будет аккуратно, я это сделаю с помощью замшевого шнура, прикрепить крышку. Открываю отверстие, просовываю шнур, обрезаю его и завязываю. Ну и осталось последнее отверстие. На этом я с вами прощаюсь. Творческих успехов вам. До свидания. Хобби-арт предлагает материалы для хобби и творчества, скрипт-букинг, декупаж, квиллинг, а также декоративный материал для изготовления оригинальных открыток карт-мейкинг. Мы рады вас видеть по адресу город Благовещенск, улица Пионерская, дом 3, отдел Хобби-арт, телефон 55 12 13 97 Ну что ж, продолжается апельсиновое утро и мы разговариваем сегодня о жизни по этикету. И самое главное, мы точно знаем, что нас смотрят, потому что форум оживился. Оживился. Мы можем видеть, что кого-то мы сегодня точно разбудили. Здесь сразу видно, что человек действительно знаком с этикетом. Вопрос. Как отличить имя от фамилии человека, не обидев его? И причем специально подписал вопрос Влада Судидонису. Спасибо огромное. Он отвечает. Очень просто отличить имя и фамилию или имя от фамилии. Ну здесь же видно, что я литовец. Угу. Да? То есть понятно, что Владос это имя, Дидонис это фамилия. Ты литовец? А, я же не рассказывал. Как же ты? У нас еще осталось до конца эфира буквально несколько минут, так что давай быстренько еще успеем что-то рассказать. Да. Телевизионный этикет. Мы уже спрашивали. Это вообще очень важная вещь. Не знаю, как мы сегодня обошлись без этого. Вот вы думаете, что ведущие сидят за столом? Почему? Потому что они одеты только до пояса. Ничего подобного. Вот это всегда меня этот вопрос радовал. Нас же, говорит, дикторов ниже пояса не показывают. Да. Ничего страшного. Мы одеты полностью. Станем. покажем. Ну, мне-то все хорошо. У меня все видно, что я одета полностью. Ну, вот на этой, собственно, замечательной, радостной ноте, я думаю, стоит закругляться в ладошке. Да. Спасибо вам огромное, друзья мои, что встречали это утро вместе с нами. Просыпайтесь всегда с огромной улыбкой, неважно, в каком настроении вы проснулись, но главное, что жизнь по этикету она должна приносить удовольствие. Да, главное, что вы проснулись с нами. Спасибо огромное. До новых встреч. Пока. Апельсиновое утро.